Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Номер 10. Урок 2. Реши уравнение с комментированием по компонентам действий. Уравнение А. 400, деленное на Т, минус 32, равно 48. Посмотрим внимательно на данное уравнение. У нас неизвестно уменьшаемое. Для нахождения неизвестного уменьшаемого необходимо к разности прибавить вычитаемое. Значит, 400, деленное на Т, это уменьшаемое, будет равно 48 прибавить 32. Для нахождения неизвестного делимого мы должны делимое разделить на частное. Т равно 5. Проведем проверку. 400, разделить на 5, равно 80. 80, отнять 32, равно 48. 48, равно 48. Посмотрим на уравнение номер 2. В данном случае у нас неизвестно одно из слагаемых. Для нахождения неизвестного слагаемого необходимо из суммы 520 вычесть известное слагаемое 250. Значит, 9, умноженное на А, неизвестное слагаемое, будет равно сумма 520 отнять 250. В данном упрощенном уравнении у нас неизвестен множитель. Для нахождения неизвестного множителя А мы должны произведение разделить на известный множитель. То есть 270 разделить на 9. И мы найдем значение А. Оно равно 30. Выполним проверку. Подставим найденное значение в наше уравнение. Делаем сначала умножение. 9 умножаем на 30. Получаем 270. 250 прибавить 270. Получится 520. 520 равно 520. Посмотрим на уравнение В. 780 минус М, умноженное на 60. В данном случае вот это все у нас неизвестное делимое. Для нахождения неизвестного делимого необходимо частное 70 умножить на делитель 6. То есть 780 минус М, умноженное на 60, равно 70 умножить на 60. И получается, что наше неизвестное делимое равно 420. Упростим далее наше уравнение. У нас в данном случае неизвестно вычитаемое. М, умноженное на 60. Для его нахождения нам необходимо из уменьшаемого 780 вычесть разность 420. И мы найдем, что она равна 360. Упростили данное уравнение еще один раз. Теперь у нас неизвестен один из множителей. Для его нахождения необходимо произведение 360 разделить на известный множитель. В данном случае это 60. 360 разделим на 60. М получилось равно 6. Выполним проверку. Подставим значение, найденное М, равное 6, наше уравнение. Сначала в скобках выполняем умножение. 6 умножить на 60. Получается 360. 780 минус 360. Получается 420. Делим на 6. Получаем 70. 70 равно 70. Посмотрим на уравнение Г. 640 разделить на х, умноженное на 9, плюс 8. В данном случае у нас неизвестен делитель. А для нахождения делителя необходимо делимое, то есть 640, разделить на частное 8. х, умноженное на 9, плюс 8, равно 640, разделить на 8. И получилось, что наш неизвестный делитель равен 80. Упростим уравнение. Упростим уравнение еще раз. В данном случае х, умноженное на 9, это неизвестное слагаемое. Для нахождения слагаемого необходимо из суммы отнять известное слагаемое, то есть 80 минус 8. х, умноженное на 9, равно 80 минус 8, равно 72. Дальше у нас неизвестен множитель. Для нахождения неизвестного множителя мы должны произведение разделить на известный множитель, то есть 72 разделить на 9. х, получается, равен 8. Проведем проверку. Подставим в наше уравнение х, равное 8. Выполняем умножение. 8 умножить на 9, 72. 72 плюс 8, равно 80. 640 разделить на 80, равно 8. 8 равно 8. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео. Субтитры сделал DimaTorzok